Добрый вечер, уважаемые телезрители! Четверг в 18.00, а это значит, что на Видном ТВ продолжается серия передач «Разговор с депутатом», куда мы для откровенной беседы приглашаем народных избранников нашего муниципалитета. И сегодня мой собеседник, заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян. Артур Гигамович, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Я напомню, что вы представляете 16-й избирательный округ. Это деревня Сопронова, в частности, микрорайон Купиленко, северный квартал, город Видное, улицы Ермулинская, Фокино и Березовое и село Ермулино. Это такая общая информация. Хотелось бы наших телезрителей все-таки познакомить поближе. Давно ли вы стали депутатом? Почему выбрали этот путь? Чем занимаетесь в свободное время от нормотворчества? В общем, все то, что обычно за кадром остается. На самом деле история относительно банальна. В 2015 году мы с семьей переехали в Видное и купили квартиру как раз в микрорайоне Купиленко. Надоело ездить в Москву, честно скажу, по два часа туда, по два часа обратно. И начал развивать свою предпринимательскую деятельность на территории Видного и микрорайона Купиленки. Соответственно, дальше просто мне в определенный момент, как и у любого новосела, надоело ситуацию, когда вопросы не решались. И вот мы с соседями собрались, решили, что будем выдвигать меня в депутаты. Это 2017 год, тогда я прошел депутатом городской области Ленинский, был выдвинутый в Ленинский городской округ. Вот далее в 2019 году уже, соответственно, повторно уже в Ленинском городском округе. То есть тоже участвовал в депутатской деятельности. То есть, соответственно, округ был немножко расширен. Это был микрорайон Купиленка, вот улица, которую вы говорите, это ЖК Южная, видно, и село Ермолино. Вот территория в этом раз гораздо больше, чем было раньше. Вот в свободное время, где вы работаете, чем занимаетесь? Я предприниматель. У меня есть несколько направлений бизнес-проектов и бизнесов, которые я веду. Занимаюсь благотворительностью и в том числе как индивидуально оказываю. Также очень много вкладываем средств в развитие нашей территории, где я проживаю, с которой я являюсь депутатом. А все свободное время стараюсь посвятить семье, потому что и жена, и дочка, то есть, ну, так получилось, что редко меня видят, когда я ухожу на работу. Вот они еще спят, когда я прихожу с работы, они уже спят, да, то есть, и поэтому я стараюсь максимально свободное время проводить с ними. Вот сейчас зима, кататься на лыжах, то есть, это одно из наших любимых занятий. А вот, кстати, как семья относится к вашему начинанию стать депутатом? Ну, начинание поддерживать. Семья – это мой тыл, соответственно, и супруга. Дочка пока еще рано, но она тоже скучает, то есть, вот, потому что, опять-таки, я говорю, то есть, приходится очень рано уезжать, очень поздно возвращаться. И вот такие вот, редко удается живое общение с семьей, но вот выходные, я стараюсь максимально это все уделить, все это время семье. То есть, ну, когда получается, когда получается, когда не получается, ну, понимают, то есть, понимают, относятся нормально. Хотелось бы, конечно, узнать подробнее и о вашей депутатской работе. Вот, вы также возглавляете еще комиссию по бюджету и нормотворчеству. Вот, мы все видим только верхушку асберга, да, заседания, голосования и прочее. А как происходит вот работа внутри, в комиссиях? Вот, вот этот состав нынешний, он, там, дружный, если можно так сказать, или какие-то есть большие разногласия? Знаете, на самом деле, работа комиссии, она важна в каком плане? То есть, заседания Совета депутатов иногда проходят вот очень легко, да, то есть, на первый взгляд кажется, что все депутаты, там, ну, ни у кого нет вопроса, никто в теме не понимает. А в преддверии заседания проходит обязательно заседание комиссии, где вот каждый вопрос, который мы выносим, а ведь вопросы, они с одной стороны, это вот, ну, где-то на бумаге прописаны какие-то цифры, да, можно так озвучить. А с другой стороны, когда расшифровываешь эти цифры, это вот реальные проекты, реальные судьбы на каких-то территориях. И вот каждый вопрос детально обсуждается как раз на заседаниях комиссии. Вот, и там они проходят с огромным количеством вопросов, приезжает и администрация, ну, кто выводит, выносит эти вопросы. И, соответственно, мы вот вникаем в каждую деталь, договариваемся, где-то что-то меняем, да, то, что на наш взгляд не подходит. И уже на сам совет депутатов, уже на заседание выносится вопросы, которые уже, то есть, со всех сторон, вот вроде они как согласованы со всеми депутатами и решены. Вот, что касаемо вот этого созыва, я бы сказал так, вы знаете, то есть, заседания комиссии, они, ну, сами по себе проходят, то есть, в дискуссии, да, то есть, и люди задают вопросы, и зачастую заседания комиссии. То есть, мы приходим к единому мнению, да, то есть, либо там уже все вопросы иссякают, но там мнение там разное. Ну, вот, а, однако, на заседании совета депутатов, вот, на мой взгляд, вот, то есть, ну, не буду говорить конкретно, да, то есть, ну, есть люди, которые вот пытаются вот на этих заседаниях как-то вот политизировать, что ли, там, какие-то там, ну, попытаться какую-то свою нотку вносить, какие-то популистские темы говорить, есть, которые, вот, ну, не к месту, да, то есть, и вот те, кто ходит на заседания комиссии, они, как правило, то есть, уже на заседании совета не имеют никаких вопросов, потому что все было задано, все было предусмотрено, и если где-то что-то требуется, там, они поменялись. Тем более, наша комиссия, которая по бюджету и нормотворчеству, то есть, у нас очень много заседаний было в этом году, в переходный период. Ну, наверное, это одна из самых таких комиссий. Ну, этого года, наверное, да, то есть, потому что, надо понимать, что мы ввели семь бюджетов поселения, плюс бюджет Ленинского муниципального района, и плюс вот такое количество нормотворческих документов, которые вот в связи с переходом района в Ленинский городской округ. Понятно, что это огромный труд и финн-управления, да, то есть, огромный труд контрольно-счетной палаты, с которыми мы тесно взаимодействуем по всем этим вопросам, на которые мы опираемся, и юридическое управление администрации, то есть, вот это, и у них огромный труд, и мы, как бы, то есть, часто заседаем, очень часто наше заседание в этом году. Спасибо за откровенность. Перейдем к главной теме. Я знаю, что вы на этот год ставили множество амбициозных задач. Ну вот, год случился сложным, вот даже журнал «Тайм» назвал его самым тяжелым годом за всю историю. Вот, каким он был для вашего избирательного участка? Какие задачи вам удалось решить? Вот, все-таки уже конец года, вот, давайте подведем итоги. Да, действительно, наверное, в планах было гораздо больше реализовать в этом году. Естественно, мы понимаем, что вот эта пандемия, она внесла свои коррективы, да, то есть, такая инфекция, которая распространяется, да, то есть, вот. А в частности, вот, как проходила работа, вот, в период пандемии такой, вот, еще первой волны? Значит, ну, и в первой волны, и вот сейчас, да, то есть, вот, во-первых, как бы, понятно, пересмотрели очень оперативно. У меня есть приемная на территории округа, в которой я веду приемы, постоянно там нахожусь. То есть, мы быстренько пересмотрели эту приемную, поменяли под волонтерский штаб. Соответственно, наши волонтеры, ребята, молодая гвардия, да, то есть, они все подключились и помогают населению, которое вот в первую волну там и сейчас, которое самоизолировано и так далее. Более того, то есть, мы там, большая проблема вот тогда была этой маски и вот эти средства гигиены, которые необходимы, да, то есть, вот, соответственно, мы тоже подключались, искали варианты, там, находили, где-то покупали и выдавали, да, то есть, вот. Ну, и вели диалог с жителями, там, соответственно, то есть, ну, я максимально откровен, там, у меня и социальная сеть, и, там, мой мобильный телефон, это не является, там, каким-то, какой-то тайной для моего избирателя, да, то есть, вот. Вот, и они обращались, мы вот старались максимально вот именно штабской работой, вот это выстроить волонтерской. Вот, а так по году, знаете, все равно немало удалось сделать, все равно были какие-то обещания, там, перед жителями, которые, вот, взяли на вооружение, там, их реализовали, да, то есть, в этом году, то есть, можем, как бы, ну, детально пройтись. Что бы вы выделили? Ну, наверное, одно из таких важных моментов, это мы закончили, соответственно, вот нашу набережную, провели полностью озеленение, посадили деревья, газоны посадили, потому что, вот, в прошлом году у нас на набережной купеленьки сделали зону отдыха, но она, соответственно, там, это была строительная площадка, к концу года люди приходили и говорили, это строительная площадка, все-таки. А после озеленения, это шикарное место, куда, излюбленное место всех наших микрорайонов, вот, а также у меня очень много домов, то есть, парковка, это одна из проблемных аспектов, вот, наших микрорайонов, да, то есть. Артур Гегамович, я предлагаю на каждой теме остановиться более подробно, вот, в частности, по благоустройству купеленьки, я знаю, что многие люди были недовольны самим состоянием реки, что она загрязнена, и мы даже снимали сюжет на эту тему, давайте мы его посмотрим. Хорошо. И потом обсудим тему. Сегодня набережная реки Купеленьки благоустроенная зона отдыха. Обидно, что все это великолепие омрачает неухоженный водоем. Люди помнят, как купались, ловили рыбу, и сейчас, когда в микрорайоне Купеленька и Завидное достаточно уже хорошо разобрались с очистными сооружениями, сделали благоустройство, провели несколько мероприятий, связанных с посадкой деревьев, совместными жителями, теперь наступил вопрос, чтобы разобраться с данным водным объектом. Водные объекты у нас являются собственностью Российской Федерации, и для того, чтобы здесь привести и навести порядок, требуются значительные финансовые средства. Участники встречи обсудили пути решения проблемы, чтобы подготовить дорожную карту. К обсуждениям подключился эксперт с большим опытом очистки водоемов по всей стране. Он будет консультировать инициативную группу. Дорожная карта – первый шаг на пути к государственной программе по выделению средств на данные работы. Альберт Гравин отметил, общественный резонанс поможет привлечь финансирование из федерального и областного бюджетов. Мы не теряем надежду, что мы все-таки войдем в госпрограмму по реабилитации малых рек в Московской области, но мы понимаем, что это дело очень долгосрочное. Сегодня мы провели встречу с специализированной организацией, чтобы хотя бы понять порядок цифр, насколько все это дорого и насколько это непосильно, допустим, инвесторам. Может быть, это кому-то будет действительно посильно, и мы попросим помощи извне. Заявку на вхождение в федеральную программу будут рассматривать лишь после 2022 года. Тем временем местные власти намерены держать руку на пульсе и своими силами поддерживать состояние реки Купеленки. Артур Гегамович, есть у вас что добавить к этой информации? Ну, действительно, это вот река, это одна из больных тем нашего микрорайона, да, то есть нашей территории, потому что река загрязнялась, да, то есть были вот эти очистные, о которых как бы неоднократные сюжеты были, и население говорило, да. То есть вот, хотелось бы давать, чтобы в этом году мы действительно запустили КНС, в этом году уже половина объемов очистных по Купеленке уже переведены в КНС. До конца года, вот, по-моему, планируют, как бы, вторую часть микрорайонов запустить по линии КНС, и в следующем году окончательно, то есть Купеленку, очистные Купеленки уже окончательно перестанут работать. И сливы в реку, да, хотя сейчас они там в нормальном состоянии, да, то есть они прекратятся. Такая же история нам предстоит позавидная, но это за счет бюджета там областных средств и муниципальных. Вот, и это были две основные проблемы, почему реку не включали, реку Купеленку в программу, да, то есть в госпрограмму по очистке реки, потому что загрязнение шло постоянно. Вот, предвкушая, что вот эта проблема будет, мы, соответственно, вышли с инициативой. Я здесь огромную благодарность в адресе Татьяны Лебедевой, которая вот взяла это дело и под контроль Альберта Александровича, глава района Алексея Петровича, да, то есть вот Станислав Николаевич Радченко, вот все вот, ну, дружно объединились и максимально постарались вот по реке продвинуться. Нас рассмотрели на бассейном совете Московской области, и наша река была выведена на голосование добродел, как одна из рек, которая, если наберет наибольшее количество голосов, то есть больше шансов пройти. И здесь мы показали совместно с жителями великолепный результат, потому что вот мы заняли фактически первое место, то есть и с большим отрывом, то есть мы еще раз доказали то, что это очень актуальная проблема очистка этой реки. Я надеюсь, что эта ситуация у нас, то есть, ну, доведется до логического завершения, ну, понятно, что мы ожидаем это 23-24 года, да, то есть вот, но, соответственно, там, очистив реку, мы уже с вами получим совершенно другие условия. А может быть сейчас, вот, не дожидаясь 23-го года, она как-то своими малыми силами что-то делается для очистки? Ну, конечно, там летом, ну, там мусор скапливается, там ребята, вот у нас очень хорошая команда дурсервиса, да, то есть вот ребята там на лодке, там едут, этот мусор собирают, вносят, который у реки. Но, по сути своей, там малыми силами не обойдешься, потому что загрязнение дна реки, да, то есть и она вот, если такими темпами будет идти, она превратится в болото, то есть это река, да, то есть, а это та река, где вот, ну, вот, вот, жители в свое время приходили купаться, а сейчас там не то, что купаться, там, дядок. Ловили рыбу. Да, да, ну, сейчас тоже рыбу ловят, но, правда, не знаю, какого качества. Что ловят, да. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете задавать нашему гостю свои вопросы, телефоны на ваших экранах. Перейдем к другой теме, вы затронули тему парковок, номер один, наверное, для любого микрорайона, вот такого густонаселенного. Я знаю, что у вас есть какая-то инновационная программа по расширению парковочного пространства. Расскажите. Да, ну, действительно, это одна из самых проблематичных вопросов, наверное, для любого нового ЖК, потому что застройщик старается минимализировать, да, вот эти площади. И четко соблюдает стандарты. А сейчас, как бы, у жителей уже по две, по три машины на семью, да, то есть вот. Вот, значит, мы долго думая, да, то есть вот нашли некий вариант, когда вот, соответственно, там, немножко расширив, да, там, проезжую часть, мы получаем там огромное количество парковочных мест. Когда машины там, условно говоря, паркуются вот так, они начинают парковаться так, и там количество мест. Какое это число, примерно? Вот, и мы два года назад запустили первый этап этого проекта, и сейчас, в этом году, запустили второй этап. Два года назад мы добились 150 машиномест. В этом году мы тоже выиграли инициативное бюджетирование по этой программе, причем это были наказы именно жителей, которые удалось в этом году выполнить. Мы получили еще 150 мест. Итого, это 300 мест мы расширили, вот, потратив 6 миллионов денег. Из них 600 тысяч – это деньги софинансирования, которые там жители и, соответственно, спонсоры давали, да, то есть остальная сумма – это муниципальные деньги, но в этом году уже областные. Для сравнения, 330 мест – это паркинг, который у нас находится на территории, четырехэтажный. То есть, вот столько же мест мы добавили в микрорайоне, и, конечно, там все узкие проезды, это все расширилось. Но это не означает, что мы просто зеленое пространство убираем. Это чуть-чуть затрагивает зеленое пространство. Замен, соответственно, у нас очень много озеленения идет, и вот в этом году одну из территорий мы превратили в яблоневый сад. Вот, ждем, когда он расцветет, это в этом году посадка была, ну, я думаю, что там будет прекрасное место. В следующем году ждем там яблоки, да? Да, но в следующем году не уверен, но через год-два, то есть, точно угостим яблоками. А программа по реализации парковочного пространства, она в следующем году тут тоже продолжится? Уже негде. То есть, на территории вот Купеленьки уже негде, а вторая часть округа моего – это Южное Видное, микрорайон Южное Видное. Там я буду этим заниматься, там проблема, просто земельный участок находится, собственно, у застройщика. Будем как-то решать вот этот вопрос, потому что там тоже есть ресурсы. А в Купеленьке, вот, ну, в Эковидном-1 там уже негде, там остальное – это все в ущерб уже зеленой зоне будет. Смежная тема дороги, в частности, Калиновка-Сопронова, летом начаты работы. Как сейчас там обстоят дела? Вот когда уже пригласите нашу съемочную группу на официальное открытие? Ну, на самом деле, это такая очень тоже проблематичная тема была, да? То есть, два года назад, в 17-м году мы закладывали еще в бюджет горок Ленинских проектирование этой дороги, расширение. И тогда неоднозначное решение было, просто там ряд депутатов поддержали, я благодарен. И мы протащили это решение, сделали проектирование, оказалось, это возможно расширить. Потому что там 4,5 метра было, и никогда эта дорога, дорога и не было, да? То есть, вот, по сути, там расширили тротуарную зону. И вот в этом году, опять-таки, то есть, общими усилиями, да, то есть, там очень много сил вложил в этот проект и Станислав Николаевич Радченко, и Алексей Петрович, то есть, общими усилиями нам удалось, как бы, запустить, соответственно, ремонт этой дороги. Люди довольны, то есть, ремонт вроде как они закончили, капитальный ремонт, да? То есть, там появился тротуар, освещение, сама дорога, 6-метровая полоса, это две спокойные полосы, да, то есть, и туда-обратно. Но, ну, как бы, то есть, там возникают трудности, где-то там качество не то, где-то там истории разные возникают. Поэтому дорога еще там, ну, скажем так, она условно, может быть, не сдана, да? Да, то есть, но по ней люди едут, и это, конечно, для людей, там, определенное, там, ну, не многие, кто жаловались на эту дорогу, то есть, писали, что, да, спасибо. Да, там был сложный очень участок. Да, по 4,5 метра там машины не разъезжались, то есть, тяжело. Вот, ну, и мы можем плавно, как бы, сами перейти уже в начало этой дороги на выезд из М4, да, то есть. Да, вот давайте плавно перейдем. Как с выезда на М4? Вот, выезд из М4, да, он понятно, что мы все сроки там застройщики нарушили, надо понимать, что это некий инвест-проект, который застройщики делают, да, то есть, ну, и дарят району. Но в то же время мы уже видим финиш этой дороги, да, то есть, я очень надеюсь, до Нового года его запустят, пока вот без самого выезда на М4, да, то есть, пока он будет в обход и по ПЛК, там, по круговому движению на выезд, а параллельно еще будет сам выезд строиться, это, наверное, на следующий год. Вот, вот эта дорога очень сильно разгрузит и центр города, и Березовую улицу, то есть, это такое довольно большое спасение для шестого микрорайона, вот, и, слава богу, мы вот в этом году тоже эту историю завершаем, ну, почти завершаем, потому что останется сам выезд еще, вот, завершились. Ну, это очень, вот, две эти дороги, да, плюс расширение круга на ПЛК, да, то есть, это вот три для нас стратегических объекта, потому что там тоже было сужение, то есть, две полосы сужались в одну. Вот эти три стратегических объекта, которые очень сильно разгрузят транспортную инфраструктуру у нас в микрорайоне, а это одна из самых больших проблем. Вот у нас поступают вопросы от наших телезрителей. Совсем недавно был опубликован проект платной дороги Солнцево-Бутово-Видного. Очень много негодования. Я знаю, в том числе, что и вы против, так как там дорога и развязки проходят очень близко к жилым домам. Вот, что вы делаете против того, чтобы этот проект воплотился? Ну, я скажу так, чтобы, соответственно, было правильно, да, то есть, я не против дороги Солнцево-Бутово-Видного, да, то есть, это... В нынешнем варианте. Да, но я против вот того проектного решения, которое они предоставили в части шестого микрорайона, да, почему? Во-первых, эта дорога проходит по очень узкому коридору, который был в 2010-2012 году определён, и тогда не было построек, тогда не было этих домов. Во-вторых, те проектные решения, которые они дают, да, то есть, они фактически развязки, которые предлагают, вот я вам сейчас только что рассказывал про прекрасную набережную, Яблоневый сад, то есть, вот, ну, поэтому проектный, решение, Яблоневый сад, это кольцевая, набережная, там, по ней дорога едет, да, то есть, вот, всё, что делали, всё сломать. А в-третьих, это получается, там, оно настолько близко к домам будет находиться, вот, сама вот шестиполосная дорога, да, ещё две трамвайные пути, да, то есть, что люди, открывая окна, фактически могут рукой подать до этой дороги, да, то есть, ну, это, ну, тут никакой критики это не выдержит, да, то есть, вот. Вот, и четвёртый момент, да, то есть, вот, делая эту дорогу, да, то есть, я вам говорил о том, что вот эти три этапа, три дороги, этап Калиновка-Сапронова, выезд на М4 и расширение круга на ПЛК, они, в принципе, спасут транспортную инфраструктуру, да, то есть, у шестого микрорайона, а вот солнце будет видно, оно просто ухудшит, да, нельзя, потому что там, получается, улица Фокина, которая, это основной въезд на эту трассу, да, то есть, и люди будут разъезжаться и въезжать на Солнцево будто видно, то есть, всё через этот микрорайон. И понятно тут, абсолютно понятна позиция жителей, то, что они вот против такого проектного решения, да, то есть, вот, и здесь, ну, я и сам, как и житель, и депутат той территории, где там, ну, большинство жителей, я не против, да, я даже, ну, если честно, на территории не встречал ни одного жителя, который за такое проектное решение, вот, соответственно, мы тоже, как бы, я высказал свою позицию на встрече, которая у нас была, да, то есть, с администрацией мы получили поручение председателя Совета Депутатов Станислава Николаевича Радченко, то есть, соответственно, провести встречу на своих избирательных округах и собрать предложения жителей. Я баллонирую эту встречу в субботу, будем встречаться с жителями, и я соберу все предложения, а дальше у нас будет комиссия, у нас есть комиссия по градостроительству, то есть, соответственно, на этой комиссии мы будем обсуждать эти предложения, вносить их как предложения и направлять в область, да, потому что ни заказчиками этой дороги, ни разработчиками, да, то есть, наш районный округ не является, вот, соответственно, будем направлять в область, один из вариантов это объезд шестого микрорайона, да, то есть, он, на мой взгляд, неплохой, второй вариант крайний, это туннель, да, то есть, вот, ну и, как бы, конечно, вот эти все развязки, которые сделаны в том проектном решении, которое есть сейчас, то есть, ну, они вообще не соответствуют ни одним нормам, как и дорога просто, ни одной санитарной защитной зоны не выдержит, да, то есть, вот, там даже люди вот мне говорят, то есть, опасно будет детей там из подъезда будут за руки держать, чтобы, потому что 10 метров ребенок там добежал, то есть, ну, понятно, что сам дублер, он будет как-то закрыт, но сами заезды, выезды, они вот прямо идут там 10 метров, ну, там, от подъезда 10 метров, 10-15 метров, да, то есть. То есть, если человек против, вот, как ему можно с вами связаться? По любым удобным способам, то есть, ну, тут у меня просьба не просто там связаться, сообщить о том, что против, да, то есть, вот у меня просьба предложения, да, потому что вот эти предложения мы сейчас аккумулируем для того, чтобы направить в область. Поэтому, если есть у вас конкретные предложения, то есть, конкретный, там, объезд дороги, конкретное, там, какое-то проектное предложение, конкретно какие-то позиции, да, которые вы предлагаете, направляйте, то есть, просто то, что против, я это обещаю, что я озвучу, что люди против вот того проектного решения, которое есть, но мы должны предложить какую-то альтернативу этому или какой-то там формат. Замечательно, что вы так открыты избирателям. У вас много соцсетей, каждый может обратиться. Кроме того, я напомню, что вы регулярно проводите прием. Население – это второй четверг месяца с 18 до 20 часов в деревне Сопронова, микроран Копеленка, северный квартал, дом 10. Желательно предварительно записаться по телефону 8 499 551 53 67. Артур Гегамович, прекрасная возможность обратиться к избирателям. Одна минута у вас есть. Спасибо. Я хочу пожелать, чтобы, несмотря на дорогу, жители ни Купеленьки, ни Южного видного, ни всего видного не пали духом. И в преддверии наших окончания тяжелого года, не знаю, будет ли другая такая возможность поздравить всех наших жителей с наступающим. Да, уже Новым годом, который будет спустя 21 день. А так, этот год, соответственно, был очень тяжелый в плане пандемии. Мы преодолели, и, я думаю, по дороге тоже нам удастся чего-то добиться. Спасибо за откровенный разговор. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова